добрый вечер добрый день эта игра жизнь и страдания господина бранте эпоху падения блаженной империи аркнов ну начнем новую игру введите имя героя господин сёма господин сёма бранте его не подглядывай в ваших руках судьба одного человека вы пройдете с ним всю его жизнь от рождения до смерти ваше решение определяет кем вырастет господин бранте какое место он займет в обществе и какой след оставит в истории помните каждый поступок будет развивать персонажа в ту или иную сторону это закроет ему одни пути но откроет другие в жестоком сословном мире где суждено родиться господину бранте героям быть трудно будьте готовы что ваш персонаж не всегда будет в силах справиться с испытаниями смелые поступки потребуют от вашего героя лишних качеств и готовности пойти на жертву часто вы не сможете сделать тот или иной выбор потому что ранее избрали жизни в другую сторону исчерпали силы героя не добились нужного положения в обществе победы будут даваться вам тяжело вы придете к ним только через горькие поражения драмы и потери примите их и создать неповторимые трагическую судьбу вашего героя какими будут жизни и страдания господина бранте все зависит от вас вся моя жизнь останется на этих страницах но судьба всегда была в моих руках каждый поступок каждое решение каждый человек в моей жизни сделали меня тем кто я есть но мог ли я прожить жизнь иначе занять другое место в обществе изменить ход самой истории и какой ценой пальцы испачканы чернилами дышать тяжело руки трясутся спахмелья походу был но на листе одно за другим появляются слова они складываются в летопись твоей жизни кто ты как ты пришел к такому концу ты родился и прожил в свою жизнь в блаженной аркнийской империи здесь судьба каждого предопределена с рождением человек или аркн дворянин священник или просто людин на теме царит божество воля близнецов божественная воля близнецов и каждое крохотное звено во вселенском механизме воспоминания приходят накатывают волну от которой не убежать заново связывают утраченное время воедино детские мечты отрочество юность столицы бурные мирные годы и кровопролитная война высокие посты и низкие поступки роскошь дворцов тайны городских подворотен поля сражений и лица каждого из близких кто прошел с тобой этой дороги чернила выплескать всю твою жизнь на бумагу каждым шагом ты пытался изменить мир по своей воле как ты рос какой путь избрал себе молодость какие деяния совершил и что принес в жертву все это привело тебе сюда концу твоих времен у каждого решения всегда была цена и спустя годы развилки судьбы отзываются в памяти то болью то радостью мог ли ты прожить жизнь иначе вырасти другим человеком занять иное место общества в твоих силах было изменить вход в самой истории сейчас на пороге смерти ты борешься с сомнениями ищешь последний и самый важный ответ почему твой жизненный путь оказался именно таким была ли жизнь всегда в твоих руках или ей распоряжаясь вины и силы кто же вешает судьбу человека так само рождение ты и только ты строил свою судьбу твой путь определили люди события и общества в котором ты жил судьбой человека управляет силы за пределами нашей ворду никакой судьбы нет жизнь человека случайно не подчиняя никаким законам вот так ты встаешь весь рост дерзко глядя встречу приближающейся смерти нужно признать твоей жизнью не правило великий замысел она была лишь хаотичной пляской в которой сплетались множество людских воль поступках и случайностей только вечная тяга человека к сочинению истории превращает этот хаот в цельный рассказ в твоей жизни не было высшего смысла не было ни злого урока ни провидений провидений но именно это давало тебе подлинную свободу прав ли ты в поисках истины тебе придется вернуться в самом начало вспомнить весь пройденный путь история человека по имени всем обратно вновь разживет на этих страницах ноль лет два первое детство начало жизни детства первые слова робкие шаги ты еще так мал и только знакомишься с миром в котором родился все вокруг новое непонятное беспощадное перед тобой простирается долгая трудная жизнь подвиги поражение судьбоносные решения еще впереди но уже первые поступки повлияют на становление личности ты учишься жить и выживать в этом мире ищешь свое место определяешь будущую участь кем ты вырастешь вначале вас ждут три возрастления детство отрочество и юность в них вы построите личность героя разовьете его качество заведите отношения с окружающим к концу пролога вы определите к какому сосну и будет принадлежит ваш герой и какому делу он себя посвятит став взрослым он сможет влиять на мир вокруг себя и на судьбу всей империи тем же вырастет всем обратно решать вам глава первая детство начало жизни детства первые слова робкие шаги а ну это же было так события в личной жизни героя которые могут случиться в этой главе урок фехтования ты смеешься учиться фехтованию на шпагах вслед за своим отцом хотя тебе это и не положено порождение еще если ты переживешь свою первую смерть и перерождение ух ты благодаря матушке тебе приходит озарение о том как устроено мироздание каковы уделы его обитателей ты пытаешься принять дворянский удел на причастие устроено мироздание а 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 Четвертая истинная смерть, четыре типа жизни что-то получилось. Раздел открывающийся в этой главе. Ага, я сделаю личность. Кто красок, кто приедет? Угу. Так, кто красок, кто приедет? Что это? Ура! Ура! Не, не, но, но, ну, 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 ну! Продолжение следует... 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 щипает и подкидывает смотри это твое брат и сестра да ты мой братик я буду с тобой играть только я всегда буду главнее потому что ты просто леди наладится перестань ты он еще ничего не понимает молодежь все упадет лучше играть во двор а вот и жарко две руки одна брата другая сестры помогать или спуститься по грану крайней ступени ты плюхаешься на землю начинаешь ходить ладошками по траве редкие тренки щепотчу пальцы вдали небо разрезает огромная полоса белого света слишком ярко чтобы на нее смотреть что на сияющий столб уставился наглядишься еще и я хочу играть пятки уже совсем маленький какими дать с нами вот ты его и спрячь а я буду вас обоих увидеть не знаешь о чем они но издаешь радостные звуки что-то интересное происходит степень и горе переглядываться затем твой брат отходит в глашом дерево закрывай уже начинает что-то громко выкликивать горе же берет тебя за ручку и ведет за собой вот по двору сразу у тебя за густые кусты и высокой стены света небесной полосы не проникает сюда по земле ползают черные жужки том отсюда не видно горе сажает тебя на землю зачем-то подносит палец губа исчезает голос стефана за стих горе нигде не видно тебе страница холодно мешки не хотят играть ты сидишь здесь уже очень долго совсем совсем один кто за тобой не приходит они забыли бросили так громко заклакать ты стоишь начинаешь подбирать через кусты и пусты и дома ты занимаешь себя игрой с источками ветра ты стоишь начинаешь подбирать через кусты не дала ты встаешь тебя немного качать со стороны в сторону я с осторожностью делаю первый шаг сразу держать 1 вечер и снова плюхаешься на землю но ты упрямо стоишь ты продолжаешь идти в сторону куда раскрылась горе и выходишь к стене дома и тут же тебе подхватывают самые ласковые нежные на свете ручки это матушка так вот ты где и прижимаешься к матери дежишься за нее хочешь чтобы она знала пришел сам без помощи а что давайте поговорить за ней виновата свет твои брат и сестра горе заплакана Стефан недовольно смотрит землю я обнимаешь матушку еще крепче она рядом решительность плюс 1 вот 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 Вот. Хоп, еще прошел годик. Еще одно воспоминание. Ты все еще малыш, но умеешь говорить. Сам бегаешь по комнате. Какой шустрый малыш. Сегодня необычный день. Отец ходит по дому и дает распоряжение прислуги. На кухне весь день кипит работа. Зажигаются свечи, мрачные молчаливые приготовления посуды. Даже старший брат Стефан придет. Матушка проводит тебя за руку к твоей сестре Глории. Сын, сегодня мы отмечаем нисхождение. Это день, когда к нам спустились наши боги-близнецы. Мы должны чтить это время и показать Богу свою покорность. Ты еще мал, поэтому просто слушай во всем своем сестру. Глория вводит тебя в детскую. Из нее убраны все игрушки, стулья, даже ковер. Остался только голод, деревянный пол. А в другие комнаты у нас с тобой сегодня не велено. Есть будем похлебку и черстый хлеб. Сегодня нисхождение. Все люди должны быть там, где им положено порождение. Непривычный тих, который из-за двери доносит приглушенные голоса. Тих, как ты иди, сидишь на холодном полу, не зная, чем себя занять. В стоковом у тебя одиноко звучит голос из стрипы присутствия, затаив дыхание. Эта песня как торсис. Трудно учила матушка. Близнецы в мир приходили, нам уделы подарили. Их немного. Раз, два, три. Все за мной повтори. Есть удел для дворянина. Править доблестью и силой. Духовинство видеть суть. Их удел ставить в путь. От простых людей и уделов, чтоб работал и терпел. Кто удел и соблюдает, после смерти не страдает. Вот тебе малый совет, зная, дел свой с малых лет. Гваря замечает, кто заворожен взгляд, на ее лице появляется улыбка. А это стишок. А ты хоть понимаешь, что? Вот смотри, есть три удела. Они сдали сами в близнецы. Когда спустились к нам сияющая столба. Видел белую полосу на небе? Это вон сияющий столб. Видно всегда и отовсюду. Кто следует своему делу, тот попадает на самую вершину сияющего столба. А кто нет, тот будет вечно мучиться в его подножье. Вот мы с тобой родились простолюдинами. И матушка наша тоже из простых. Наш с тобой удел страдать, терпеть и упорно трудиться. Ясно тебе? А у дворян и у священников уделы совсем другие. Дворяне все не правят и сражаются. Про священников я и сама не очень знаю. Но они разговаривают с беднецами и потом учат остальных. Горея гладит, глядит на тебя и понимаешь ли ты что-нибудь. Затем качает головой и прожает, напевает песенку. Голос сестры не замолкает, завораживает, притягивает. Какого-то озаряет небесный свет. Из него возникают две фигуры. Знакомы тебе с рождения. Одна обнимает плечи сестры. Вторая отстает на защиту за ее спиной. Принеси их, отвеси и взгляд за этой картины. Гория ничего не замечает, чуть покачивает в такт песни. И снова будут последние строки. Вот тебе, малыш, совет. Волшебная картина перед твоим взором Ждает непреодолимое желание выразить себе. Внутри тебе тоже загораются слова. Но какие? Вот тебе, малыш, совет. Никаких делов нет. Ты выкрикиваешь слова, сам не знаю, откуда они оказались у тебя на языке. Две светящиеся фигуры за спиной сестры поворачиваются в тебе. Их пристань изда словно проникает в губ тебя. Ощипнут тебя с головы до ног. Затем они растворяются в туском свете окна. Ты ловишь на себе недовольный взгляд в горе. Все, а песня не так заканчивается. Зачем ты ее портишь? Ты довольны выходкой. Поджимаешь ключи. Поджимаешь ключами. 1120 1120 1220 1220 2120 2321 2321 2421 2424 2425 2525 2525 2625 пеньки перестают быть неопределимыми, непреодолимым препятствием, теперь ты сам по ним ходишь, а иногда даже прыгаешь. Отец верит тебе быть и стороной и не залезать слишком высоко, но даже все время падает, ты продолжаешь изучать нейроку. Старший брат Стефан все реже играет с тобой в Глории. Стефан говорит, что в будущем времени не положено возиться с простульдинами. Глория за этот драйвинг Стефана, а тот в ответ таскает ее за косы. Одним вечером отец забирает вас в гостиной. Скоро у вас будет братьев и сестренка. Глория просит стрелку. Одни мальчишки дома на доверии Стефан. Стефан селиться, ему уже хватает малышей под ногами. Получается, скоро и ты станешь старшим братом, а кому, неважно. Ты будешь убить младшего, младшего всех. Когда отец возвращается домой из поезда, он иногда читает тебе свои взрослые книги. Тебе захватит история о воинах, полководцах и восстаниях. Отец одобряет твои учения. Увлечения. Увлечения. Учения. Учения. Так не честно. Всё, мама, так не честно. Продолжение следует... 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 матушка все чаще остается то своих покоя скажу днем становится тяжелее и круглее и трудно ходить вместе с тем с ее лица не сходит улыбка она кладет твои ладоши на свое большое живот и чувствую шевеление где-то там скруте будь сегодня братья курица вместо матери теперь с тобой входит сестра горе вы гуляете по двору вечернем свете сияющего столпа она поете песни рассказать удивительную историю всем а хочешь прочитать или стихи и сама написал там про тебя есть только никому не говори сочинять удел вариант если матушка знает меня выпадет от тебя за драку мой второй отец судья первого не знаю я матушка твердить себе о сияющем столбе пройти скачет там помпа как собачка по питам а я стихи пишу ты об этом не шушу отсюди да родилась сегодня ты нигде не можешь найти сестру она нам обещала сводить тебя на старый путь где живут красные лягушки обещала куда-то запропастилась к твоим поискам присоединяются слуги на шум и покоя выходит матушка горе находит в удаленном блоке сада в ее руках первое листве списанные стихами матушка не на шутку растяжена пока она пробегает глазами по листам и все темнеет гости горе заламывает пальцы скорее хочется убежать на украске спасение нигде нет лори что за выходка мы уже об этом говорили тебе нужно следить за младшим братом не смей даже думать нет о том сочинительстве матушка я могу и сама еще что не делать нет не можешь за тебя решено богами братик уже не маленький ему не нужна ненька а мне хочется иногда побыть одной придумывать что-нибудь я же никому не мешаю ты просто льдинка и будущая хозяйка пора учиться следить за детьми вот если бы в твой бесчестный отец оставил меня при себе могла бы и ты стать тварянкой а так недеяться тебе не нужно а марать бумагу я тебе запрещаю матушка крепко хватает горю за руку и ведет вас собой дом там она швыряет списаны листы в камень горе это да ты набидаешь за этим думай как поступить ты хочет писать стихи мести я не могу не пугать так о чем на личность береги ну давайте утешим стихи догорает в камень и матушка удаляется ты подходишь плачься горе берешь ее за руку то есть что она ничего не виновата матушка не права и через всю трогах не сестра шума и коса но я и правда тебя бросил но ты совсем на меня не обижен ты мотаешь головой горе прижимая тебя к себе самый лучший братик цвете море отношения к себе так горе поинта поскольку тут и сушил ради него а по запасил 5 так продолжит маемом 4 года уже какие-то пенсии стас чуть-чуть интереса работа даже и до 100 цветами умрешь остались матушка вяжет кресле маленькие вещи кофты станы носочки джинсы все на продажу горит малыша нужно будет держать тепле отец и реже появляется дома сломать у него множество поп на важной службе ведь он я не понял этот батюшки отец судья отец как сказал мой отец я твой отец все мать хочет расскажу с тайну вот тут люди с бокалом я твой отец я твой отец как сказал мой отец я твой отец вот тут люди с бокалом не пришли подавить и курского зала стою из протянутой рукой найти пиво ради бокальчик небольшой подержите букальчик тяжелый ладно возьми колбаску заслужил возьми колбаску заслужил спасибо помог чистоту и порядок lived так дальше видишь не сынок стефана родила не я у него другая мать or и другой отец но не маши так о вырастешь и все берешь и полна чурс видишь не снимок у стефана стефан радиания у него другая мать огори mechanic қи тапо вырастишь и щопа ниш как такой может быть вы же мех Спустя несколько дней матушка зовет Стефана и Глорию в гостиной. Ты увязаешься за ними. Матушка сперва хочет выгнать тебя из комнаты, но затем сидеть тихо, молчать и запоминать. Когда войдете в храм, уклонитесь близнецам сперва направо старшему, затем налево младшему. Тебе, Стефан, нужно идти по мраморной стороне со скамьями. Тебе, Глория, нужно идти по острой стороне, затем оба должны встать на колени к каждой своей стороне. Ты, Стефан, поцелуешь меч. Тебя, Глория, ударит плечи. Не бойся, дочь. Смиренно прими это страдание в этом. Великое благо твоего удела. Горе не на это слова плеть. Внутри твоей груди тоже, что пожимать, тебе велеть запоминать, неужели тебя будут плетью за счастье. Придется богов поменять. Туда нужно эту акву. Слава акве богини. На следующий день брат и сестру везут в храм. Когда они возвращаются, то убегаешь навстречу в переднюю. Платье Глории на спине пропиталось кровью. Она скорбилась едва слышно хнычит. Стефан гордо держит спины и задирает нос еще выше. На первый взгляд от них ничего не изменилось, но в то же время изменилось все. Они приняли свое дело. Ну, кто-то сменялся. Сколько тебе надо принимать. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Ты с любопытом разглядываешь сверту, в котором лежит и младший брат его, братишка. Отец качает новорожденного в усилённых руках. Матушка светится улыбкой. Стефан и Глория оживлённо свечатся рядом. Ты снимаешь ему самым лучшим братом. Ты станешь снимать. Никаких тумаков. Вы будете вместе играть и дразнить Стефана. Помогать матушке. У вас будет только приключение. Чувствовать себя старшим непривычно. Только вчера ты был в самом младшем в семье, и вот уже не так. Матушка дневно пролёт проводит с Натану. Так назвали брата. Иногда она позволяет тебе покачать плюшку. Натан всё время плачет. Днём и ночью мой плохо спит из-за этого весьма рассеянно. Вот и сегодня она забыла своё вязание в кресле, в гостиной. Нужно отнести её. Ты бежишь к матушке со спальным, ты как соскучился по улыбке. Врываясь в комнату, ты протягиваешь матери вязание. На место благодатья, ты наталкиваешься на её уставший, холодный, враждебный взгляд. А там не переставая кричит. Уйди прочь, Чема, ты мешаешь. Матушка цедит слова сквозь зубы. Ты смотришь на надрывающегося младенца. Он на миг не даёт матери отдохнуть. Насколько можно? Когда ты замолчишь, я хочу покоя. Покой вам только снится. Если было столько рожать. Матушка ничёться по комнате, и сусловой трясёт Натана в руках. Братья плачут, честно, мне кажется, она вот отширнёт его от стенок. Так она устала от этого непрекращающих лиха. Нужно что-то делать. Тебе страшно от того, что делает мать. А ещё больше ты будешь содержать маленького Антана. Позвать отца. Принять них на себя. Вырвать врата из рук матушки. Ты подбегаешь к матушке, которая продолжает страшную трястью Натана. Брат заходит за криком. Оставьте меня в покое. Твой голос вдруг улучшает кредит матери и брата. Натана не виноват. Матушка просто устала. Не надо трогать мальчего. Если нужно наказать кого-то, пусть это будешь ты, а не брат. Он такой крохотный, и ещё ничего не понимает. Матушка стоит на месте, как скопанная. Сучуя глаза и смотрит на тебя. Даже отшатываясь от этого. В глядах полного холодной ярости. Ты будешь учить меня, как мне следить за ребёнком. Как успокойка признала малыша. Знаю своё место. Маленькие неблагодарные. Настырные все знают. Мать кладёт Натана на постель, надвигается на тебе. Ты делаешь ещё шаг назад. За той спиной закрыта дверь. Пощечина тяжёлая, обжигающая. Щека горит в голове зон. Ты зажмуриваешься, ожидая продолжения. Но ты совершишь только тяжёлое дыхание матушки и надырной плач Натана. Стук в дверь. Ты отходишь в сторону. Хоть отец. Он смотрит на тебя, держащего за щеку, наплачивающего Натана и на матушку. Раскоснившись от гнева. Тяжело дышащись. С приступившими все слезы. Сын вступает к себе. Я скоро приду. Придёшь в свою комнату. Прислоняешься к горячей отборищу, к холодному стеклу. Внутри смесь обиды и непонимания. У себя время плач Натана вздыхает. Ты слышишь, как Игорь, тихо лучше деться. Он заходит к тебе, садится на постель. Мать здесь на своей мать. Видеть без цены, она не хотела никому вреда. У неё сложное время. Но мы пройдём его вместе, как семья. Ты защитил брата. Это поступок маленького дверянина. Я горжусь с тобой. Твоя матушка Натан сейчас отдыхает. Сильно болит. Ну, что ты видишь, да? Как будто птицы ждать по максимуму. Как будто птицы ждут. Давай. Вот так. О, углодила. А свет появился твой, ваша брат Натан. И чё, 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 всё, играли хватит. Ну, видимо, всё, да? А, ну, нафиг. 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 Ну, вот и поиграли. завтра дальше омолаживает пробуем еще раз 5 5 Продолжение следует... 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 Тебя будет отец накануне вернуться с далекой поездки. С чем у тебя особенный день? Сегодня ты начинаешь обучение. Теперь к тебе будут приходить учителя. Будешь их во всем слушать. Чем прелестнее будешь расставить ноги, тем ближе и станешь ходить в дуринина. Чтобы ты запомнил этот день, получишь подарок Лидии. Нужно собрать нашего Школяра. Учерпается с ним в торговый квартал. Стефан просится с вами в город, но отец строго одергивает его этот твой день. Старший брат обиженно замолкает. Ты едешь со строго экипажа по пыльными шумным улицам города. Ветер приятно трепет волосы. Ты уже знаешь. Ваш город зовется Анизотти. Один из самых больших во всей империи. На улице падает тень от белой кроны гигантского древа. Его дверь и простирается над всем городом. Ты знаешь, что белое древо выросло из крови учеников наших былов. Оно растет уже столетия именно в нашем городе. Его нельзя ни разрушить, ни жечь. Даже богословы не знают почему. Тем временем экипаж останавливается на площади в небольшой лавке. Ты в восторге бежишь полком, на которых куклы, фигурки, игрушки. Столько ты за всю жизнь не видел. Отец интересуется, готов ли ты выбрать свой подарок. Ты отвечаешь фигурки ордена святых воителей. Самые лучшие бойцы империи. Ты перечисляешь все, что тебе известно по ордену. Много лет назад с их помощью войска императора захватили всю провинцию Магра. Взяли штурмы в ваш город и пересоединят империю. Отец удовлетворенно кивает. Ну что ж, хоть война пока и не твое дело, солдатики приучат тебя мыслить как полководец. Мы будем вести ими сражения и изучать статегию. Беги, бери свой подарок. Отец погружается в изучение книг. Ты же ничего не видя. Перед собой бежишь к ящику солдатиками. Путь пригражает разодетый мальчишка. Он хочет забрать твоих рыцарь себе. Мальчик тянется к ящику сам и изо всей силы опихет тебя локтем. Не сдерживая лосик, ты толкаешь его в спину. Твой противень падает. Что поднимается на всю лохку? Мальчишка богатей кричит голос. Он ударил меня. Он ударил меня. На тебе гроза надвигается. Внушительная фигура не затонцает. Отец мальчишка. Он опричит и доложит пути этого собственного отца. Что случилось? Ты с обличением прижимаешься к отцу. Он защитит тебя. Да, ты толкул мальчишка на еду у всех. Но он хотел забрать себе твой подарок. Отец поворачивается к тебе. Поворачивает тебя к себе лицом. Правда, ты ударил варянского сына? Не справедливо обвинять. Выслушал только одного из вас. Ты не собирался толкать глупую мальчишку. Но он сам начал. А Сержин Герлин прерывает твой сбитчивый рассказ. Да твои правды никому не делай. Маленький простолюдин. Незакон есть закон. Тебя ждет наказание. Твой отец сокрушительно соглашается. Тебя выводят на улицу и ставят напротив мальчика. Ты должен покорно склониться перед ним в голову. По спине проходит приятный ходок. Мальчик довольно ухмыляется. Размахивает. Мальчик добьет тебя по щите. Затем еще и еще. Довольно он получил с полна. Мы уезжаем. Не стойте на пути. От ударов голова плывет. Ты приходишь. Я только дома в постели. Слуги суречатся вокруг тебя. Ставят при парке. На твою лицо. Отец все время возле твоей кровати. Наутро ты находишь кровать ящичек с оловянными рыцарями. Ордена святых выделей. Что же тебе обошлось и прям сто. Шесть. Шесть. Продолжение следует... 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 ругать заставлен на полу книгу. Глория угрожает выпоротись, и она посмеет снова прятаться на седоке. Стефана заставляет сидеть в своей комнате, достается даже маленьких монотанов. Все напряжены до предела. День приезда особенно мрачен. Духота. Воротнички липнут к шее. На кольцо перед домом выходит вся семья Бранд. Отец, матушка, Стефан, Глория, ты, Инатон. Сзади вряд слуги. Из экипажа, опираясь на тросе с большим наболданником, входит высокий сухопарный старик с тяжелым взглядом. Ты по нему выжимаешь голову в плечи. Отец, желаю тебе здравия. Дети, поприветствуйте свое дело, как положено. Все, пытаясь увидеть настоящий дворин, ты меня не обманешь. Роберт, я первым в роду Бранд заслужил дворянство мантики. До сих пор только я один помню как внести эту ношу. Я с честью следую своему делу. Ты поставил крест на дворянство мече. Принечественное простуденькое. Все потомки, у моего рода, уже могли бы родиться благородными. Отец, умоляю, мне здесь. Дед отвечает признательно заглядывать, заходит в дом. Вся семья веренится следует за ней. У меня не было так долго, что дом пришел в полнейшее запустение. Это оскорбительный ароберт. Как не ложить в таком финальнике? Слуги совсем от рук отбились. Это она, твоя жена-мещанка, их распустила. Я предупреждал. Но ты поступил по-своему. А дети, что они знают о традициях и чести? Они растут добродетельно. Ты и сам уже говоришь, как покорный в своем страдании просто людям. Видит без вести, я не позволю случиться этому второй раз. Я забираю этого старшего, Стефана, столицу. У меня есть состояние воспитать его подобающим образом. Я исправлю твою ошибку. На твою жизнь заключается судьба старшего брата. Отец безропотно ввери слугам собирает Стефана Путица. Там Стефан оцепенел. Он переводит взгляд с отца на деда и обратно. Отец сходил в дом, ему на плечу. Дед придет. Президительно сжимает губы. Осмотр дома продолжается. Дед подвергает насмешкой все, что видит. В спальне матушки ему не нравится чуть сметно накрывать ему там одеяло. В комнате угорода он гонится над ее шутем. И вот он открывает дверь к тебе. Что? Кроме того, что у сына солдатики, он уже простой день по рождению. Ему не положено даже думать о войне. На твои глаза дед хватает ящичек славяны. Говорит, у меня вот и на святых выделить и смолчит. Тебя распирает злость и страх. Даже подарок начал учебы. Дорогой очень важный подарок. Но может дед прав. Испирать ей нужно доказать, что ты имеешь право играть в войну. Неодобрительно качнул головой. Дед делает шаг качугу и бросает твою коробку прямо в огонь. Солдатика охватывает рыжая память. Еще не ноги и не расплавится. Ты бросаешься в камин и вытаскиваешь ящик. По краям у нас будет дерево горячее. Боль приходит не сразу. На ладонях сдуваются огромные пузыри. Ты слышишь громкий вздох матушки. Наживай тебя резко на отмажь. Блит между лопаток. Ты оборачиваешься, дед мне садят над тобой со своей тросикой. Ты смотришь у него склянство. Не смей противидеться мне чем-то никто. Дед яростью вырывает ящичьих солдат на через руки и поведай кому-то. Отец послушно следует за ним, но прежде чем выйти, кратко улыбается тебе. Дед покидает ваш дом вместе с твоим старшим братом Стефаном. Теперь нанятые отцом учителя приходят только к тебе. Они скучны кто объясняет как правильно считать, как красиво писать и какой в порядке блажено Аркнинском переде. Ты сейчас отвлекаешься на игры с младшим магом. Без старшего брата дома становится слишком уж тихо. Через несколько индексов я получаю от Стефана письмо. Дед определил его в пансион для благородных юношей. Там он усердно готовится к дворянской службе. Порядки в пансионе очень строгие. Тут шагу нельзя сделать без разрешения наставников. Но зато я, учусь среди равных мне, нам объясняет как себя вести в дворянском обществе. Кто-то обучается рожать вам на шпагах. Это мне по душе. Отдав Стефана пансион, дед вернулся в город и теперь живет с вами. Спасает только, что он часто уезжает по дворам в Этерну в столице империи. Ты однажды спрашиваешь матушку, где дед жил раньше, а он ответил в Этерне. Но теперь я вместо здесь. Каждый раз, возвращаясь, дед поддает услугам моего приказа. В дом он теперь постоянно что-то чинит. Комната за комнатой услуги отделают покоя деду или идти в костельный зал. Отец порой пытается поговорить с дедом, зачем все время перестраивать дом. А что они измены получают один и тот же ответ. Это мой дом, я буду жить так, как полагается по времени. У него все-таки 10. все-таки, я буду спрашивать ту и ту и ту. За letzte yine сыхให создаюсь руку. Спасибо за субтитры. Продолжение следует... 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 Так. Угу. 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 А, вот. Угу. 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 замечательно выкину в 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 Продолжение следует... 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 да другие члены стены выбирают проходы трудясь по муравейку 3 выползает особый потом куда раскладываете листья кусочки мяса и личинки приносит добычу сверху остальное ты берешь одну из муравей в работниках вытаскиваешь ее киде. Насекомые не притягиваются к ней, а просто начинают когда ползать по поддону, мать берегурия возвращает его на место. Зачем ты так? Муравей не могут делать то, что не заложено в них срождение, каждый создан для своего. Ты качаешь головой, вот бы муравей делали, что захочется тебе, ведь это подарок, они теперь твои, а может дело матеря? Это она мешает муравейам слушать тебя. Так, предположим ручку собрать, мать смотрит тебе с теплотой любовью, вы впервые задолго ими вдвоем рядом, нет ни ну там ни говори ни отца, матушка с такой радостью, заботится о ферме, надеется с тобой знаниями о большом мире, то что она говорит истинно. Ты подвигаешься к ней и предлагаешь набрать жуков во дворе, матушка с радостью соглашается, берете это за руку и вы выходите на улицу. Вы ловите жуков, спорите о том, какие подойдут лучше для пропитания колонии и сменяетесь, выдумывая, как муха или губь, все могут захотеть муравейные царства. Рука об руку, возвращайтесь в твою комнату, мать не перестает улыбаться, легко солнечно по-детски, ты раз, что взглянул на мир ее глазами. Отец начал раз за разом проверять твои успехи учебы, подираться. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Отец начал раз за разом порядке успехи учебы, подираться, если ты неправильно сидишь, не то ешь, не так говоришь, а даже в сердцах он даже сказал, что многое было удалось, чтобы внизу тебя вдоль не остался Стефан, неприюще слышал это все-таки слова. Дед задержался в столице, без него дома даже дышать легче. Ты позволяешь себе копить насчетом и письмом в своей комнате в гостиной на противоконтных дверей во двор. Сегодня тебе решила представить компанию Глори, она помогает тебе разобраться в паре сложить место в книге, а теперь она крутит в руках какую-то загадочную трупную. Ты спрашиваешь, не вижает ли ее отношение к деду, Глори пожимает течами. Дед все время говорит, что от меня нужно избавиться, я от этого уже привыкал, но он служит в его родне, мне достаточно не пропадать ему на глаза. Сестра притягивает к тебе трупу, которую все это время держала в руках. Смотри, мне подарили калейдоскоп, хочешь посмотреть? Страцию закрываешь книгу и виграешь отверстие калейдоскопа. Те завораживают узоры и сочетание цветов напуляет трубку в разные стороны и каждый раз получаешь новую картину. Огонь в камень обворачивается огненными всадниками. Не скачешь на встречу неприятелю и ты впереди. Те линии складываются в лицо деда. Отворотом калейдоскопа, пересекающего мечом надвое. Теперь ты смотришь в окно, на голубой небо перед тобой и раскрывается бездомный океан. Непостижимый и загадочный, такой спокойный и мирный. Совсем как улыбка отца до вторжения деда. Бай-бай. Тебя охватывают противоречивые идеи. Столько всего можешь делать с калейдоскопом. Узнать, что внутри. Расспросить про эту сестру, продолжить любоваться в его зону. Ты еще не закончил учебы на сегодня. Разобрать калейдоскоп. Давай, зайдемся до занятия. Ты отталкиваешь калейдоскоп и продолжаешь тудировать книгу. Столько всего нужно обсудить горе, интересно, все в калейдоскоп увидела она. Но сперва, ты закончишь уроками. Отец застает тебя за книгой и утерянно хмыкает. Затем замечательный железный калейдоскоп. Отец подносит трубку в глазу и замирает. Затем нефть возвращает калейдоскоп на стол, хвалит тебя за усыщенность и уходит. Ты заканчиваешь раздел книги и поднимаешься к сестре. Возвращаешь игрушку и расскажешь о том, что увидел. Горе с пониманием улыбается. Я однажды увидел бам. Целый час просидирует видео на нем. Даже руки стекли. Вы расписываете друг другу видение, и ты чувствуешь необычной единицей. Калейдоскоп удивительным образом соединил вас. Прямо как картину внутри себя. И из-за деда перестали вызывать панику, потому что привыкли к этому. Из страшного события эти визиты превратились во что-то неприятное, но обычное. Как заноза или грязь на шонах. Напряжение не избежать. Неприязнь везет ко всем домочадцам чувствуется кожей. Пускай по лестнице после занятий с учителем ты замечаешь сестру горе. А, сестру горе. А, сестру горе. Киевнула. Ксели. Дерегативные. Типа красок системы. Легун, который вышел из плечи. А, ты сам видишь, что нет кушать. Иди-то съедательный на диване. Одной рукой он переворачивается, стремится к книге, а другой кто идет тянется к лазочке. Там фрукты, сахар и сладость. Запрет для простого в условиях. Дед поглощает дворянское бассейн, но на его лице не тени удовольствия. Часы пьют три раза. Дед поднимается, убирает лазочку с фруктами на полку и уходит во двор. Это время всегда совершает прогулку по двору. Глория прихает тебе, ловкий бог. Ты глупостить сможешь в нее, а она глазами указывает на полку. Ты сперва пугаешься, и глупость ценнее страха. Стефан хвастался, что засухаренные фрукты невероятные на вкус, а тут такая возможность на повод. Ты берешь сладость первым, кладешь в рот. Сахар медленно тает на диких, как сладко. Ты никогда не ел ничего вкуснее. Ты достешь всю лазочку и перейдешься, и она с благословения подносит руку ко рту. Поступлением разносится тяжелый сок, к которому старит стук тростик. Дед почему-то вернулся. Ты быстро прячешься за кресло, тянешься с собой, но в горе слит, застыв в ужасе. С в лазочкой в руках. А дед открывается. Грозный дед надвигается прямо на горе и хватает ее за руку. Я за неблагодарную постельдинку. Как ты смеешь кусать руку, которую тебя кормит? Если не мой, Никитил и сын, ты и твоя мать, пока скуха прозябали бы сейчас в какой-нибудь канале. Лишь говоря, она дано право наслаждаться жизнью и схваткой. Забыла свое дело. Дед над наш бедом водой по щеке. Сестра падает прямо у твоего убежища. В ее ладони растекается злосчастный сахар. Дед приближается, занесет трость и тут видит тебя. Сверхуешься за спинкой кресла. Не трогайте его, господин Баран. Ты, это еще я. А он меня отговаривал. На скуле сестры наливать синяк. Но это только начало наказания. Горе попалось. Поличного ты нет. Ты еще можешь избежать в каре. Так что, собля? Ты убрал сладости? Из-за этого грамма без прады? Ты пытался дурить? Ну, тушить деду, ты закрываешь свою глорию. Прямо в лицо деда заявляешь, что ты съел сладость. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 На одной стороне стоят на коленях люди простого сословия, на скрине к другой стороне восседают богатые дети дворяне и их семьи. Дет и отец оставляют вас и усаживаются на дворяне спусками. Матушка стоит на коленях на жесткий каменный пол на стороне простолюдинок. Она мушится от боли. Простое сословие должно скрытать из Дома Веры. Ваше снато вам подхватывают спуски ваше место сегодня во алтаря, вместе с остальными детьми, которые ждет причастия. Перед вами возвращается освещение в черных одеяниях. В одной реке он не умеет, во второй тяжелой плеть. Нато начинает хныкать громче ему, здесь не нравится, он боится. Ты молчишь, он ног в горло, поступает неприятно кому-то. В первой причастии поднимается маленький бойкий мальчик из дворянской семьи. Священник, протянув перед мальчиком, нич призносит славу дела. Отныне и впредь тот будет воевать, править, заниматься искусствами. Никакие страдания боли не смутят его. Он уверенит. Матчик с горлостью прикасается губами к мячу. Следующий будет причастить Натана. Младший брат-дух начинает брыкаться и вырываться. Слушка силы выводит его к алтарю и бросает ниц на щербатый пол в сторону простудина. Из-под его колени летят алые брызги. Настолько раздубленные впиваются колени. Не буду. Почему? Почему меня хотят бить? За что? Ты приватаешься прорваться к Натану и приубодрить его защитительно. Слушка держит тебя крепко. Чувство полного бессилия. Брат один. Один во всем мире. Нанеся плеть над братом, священник произносит слова. Дело простого людо. Кухня, инакому готов научить потрепеть, работать и страдать. Путь упорным в труде и покорным в воле правящим. И вот его первое подлинное страдание, которое следует принять с благодарностью. Свист плети. Правое плечо. Левое плечо от силы удара. Брат падает на землю. Священник говорит, надо ему подняться. Его удел получен. На этом с трудом берет обратных матери. Колени и ладони разодраны. Он сломан. Твой черед. Ноги не слушаться. Ты с трудом берешь в халатуре. Стоишь на колени. Чувствуешь шустряками. Под ними ткань одежды не спасает от поля. Тоже становится горячо. Священник не склоняет твой угол к земле над тобой. Занесет ты слова, священник, изучать. Теперь для тебя. Работа терпеть состоит около топи. Часть 1. Священник 1. Сынник 1. Сынник 1. Понимаешь, что ты делаешь? Плеть уже висит в воздухе. На тот взгляд застыл на другой руке священника, в который он сжимает меч. Ты вскапишь. Плеть ударяет мимо. Ты хватаешь лезвие меча. Ладони в кровь. Священник вырывает меч. Ты поднимаешь на него глаза. Эсёму из урока буранте. Священник струбереет. В этом моменте тянешь в меч. Берится в лужи в бот. Холодная смена. По храму поднимается влезный ропот. Матушка в ужасе падает на острый пол. Отец замер в растерянности. И только дед внимательно изучает тебя Так словно в первый раз заметил В его глазах Нечто похоже на уважение Тебя на сильно возвращает на место Для простого сослоя Крепко держит его лицо Крываем острых камней Вдар по правом плечу За ним удар по левому плечу Тебе верит встать Ты просто лень Мадушка подхватывает тебя И ведет наружу Она отчитывает тебя Что ты не проявил должность покорности И опозорил семью Но там держит тебя За руку и запреладывает глаза На его зеленую Достать смесь воскресения и страха Ты не чувствуешь себя неправильно Ты делал то, что тебе было должно Среди причастия Заживая долгом Матушка говорит это Чтобы помнить об уделе Страдания и терпения Однажды горе украдкой Показать тебе старые цветы Открытие на своей спине И они никогда не пропадут Теперь ты принадлежит В простом сословии Это отдел, с которым ты был рожден Но отец не предстоит Потребляет, что усердно Ачем позволит тебе изменить И заслужить благодарность Уже не маленький матч С каждым днем Становится все больше игр И все больше трудной учебы Твоих поступок Теперь зависит Какое место тебе будет уготовано Странным жестокими ресурсами Дисто кончилось Отродчество Я рос и взрослел За воротами родительского дома Меня ждали школа Улица И большой мир Ну, голова вторая Ну, мы начнем потом Всем пока До скорых встреч